Ну а кто собственную свадьбу превращает в модный показ? О самых дорогих нарядах петербургской богемы расскажет моя коллега Ольга Делицына. Оль, ну я вот тут посчитала, моё платье свадебное стоило в тысячу раз меньше. В каком платье мечтаешь ты? Я мечтаю о красивом платье. Действительно, за ценой я тоже не гонюсь. Главное, чтобы оно нравилось. Ну, кстати, интересно, тебе самой нравилось твоё? До сих пор нравится твоё свадебное платье? Ну, я в нём абсолютно в восторге. Ну что ж, отлично. Может быть, какое-то тебе понравится из тех, о которых расскажу и я. Ну и так, начнём. Даже не одно, а сразу три свадебных платья было у Анастасии Волочковой. Церемония проходила в Екатерининском дворце. Ну а, значит, решила экс-балерина, всё должно быть с имперским размахом. Ну и первое платье весит, как кольчуга, 15 килограммов. На нём один миллион страз Сваровски. Ну и в нём Волочкова была на вечеринке и несла этот груз на своих плычах даже с улыбкой. Ну а вот в этом платье нежно-фисташково Волочкова была на церемонии в ЗАГСе. Оно без тонны страз, но с секретом. Лёгким движением руки из вечернего превращается в коктейльное. Весьма элегантная, правда. И даже как-то не верится, что его выбрала сама Волочкова. Вот только сравните это платье с другими нарядами светской львицы. Ну и дизайн платьев разрабатывала мастер из Рязани, Светлана Лялина. Хотя Волочкова активно участвовала в процессе, заказывала побольше валанов и оборок. Но, видимо, её кто-то смог остановить. А вот в тратах себя молодожёные не ограничивали. На торжество потратили почти полтора миллиона евро. Впрочем, мы зря, наверное, это сделали, ведь брак их распался. Дорого, богато, но это ещё не предел. На свадьбе петербургского фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской только одна диадема невесты стоила почти как всё торжество Волочковой, те же полтора миллиона евро. Правда, выйти в ней Яне не удалось, сокровище не пропустило таможне. А вот платья у неё было два, каждое примерно по 100 тысяч евро. Вот это, например, от кавали в греческом стиле, сшито, естественно, на заказ, на примерку «Звёздная невеста» даже ездила в Париж. Ну а вот очень оригинальное второе нежно-сиреневого цвета с полудрагоценными камнями, вот мне она нравится больше всего, и в автор арабский дизайнер Зухаир Мурад. То платье, которым действительно многим захочется выйти замуж. Интересно, что устроив такую шикарную свадьбу, Рудковская и Плющенко не только не разорились, но даже заработали. Позже они признались, что большую часть затрат покрыли спонсоры и друзья. Но у этого «Звёздной чте» оказалось мало. Трансляцию своей церемонии они продали японскому телеканалу за 1 миллион евро. Что наши коллеги из страны восходящего солнца на этой свадьбе искали, большой вопрос. Ну идём дальше. Итак, дочь первого мэра Петербурга Ксения Собчак поразила не столько роскошью своего бракосочетания, сколько внезапностью. Ведь всю церемонию до последнего держали в тайне. И получилось. О том, что Ксения Собчак и Максим Виторган, муж и жена, журналисты узнали из Инстаграма. Но и это ещё не главный сюрприз. Больше всего подписчиков удивило платье светской левицы. В таком образе её никто не ожидал увидеть. Вот посмотрите, даже ненамёканный потаж, классический силуэт, тонкое кружево и женственный спущенный рукав. Ну скромный и со вкусом. Ну вот, кстати, цена у этого платья совсем не скромная, примерно 12 тысяч долларов. То есть около 400 тысяч рублей по курсу февраля 2013-го, когда Собчак и шла под венец. Ну и ещё одни мастера конспирации. Елизавета Боярская и актёры Максим Матвеев. Перед церемонией они опровергали все слухи об их возможном браке. Даже в ЗАГС ехали в джинсах, белых майках и пляжных шлёпанцах, чтобы никто них не заподозрил. Но журналистов они всё-таки не обманули. Новобрачных настигли уже на Крестовском острове. Свадьба пела и плясала не где-нибудь, а на правительственной даче К2. Актриса хотела быть очень похожей на икону стиля Голливуда. Это Одри Хебберн, собранные волосы, лента и маленькое белое платье а-ля 60-е. Ну и, наверное, среди всех перечисленных пар именно эта самая петербургская. Ведь ни под каким предлогом она не раскрывает стоимость церемонии и нарядов. Но догадаться, кто же помог организовать это торжество, в общем-то, нетрудно. Ну что ж, Юля, вот в такой роскоши выходили замуж звёзды России, Москвы и Петербурга. Какое тебе платье понравилось больше всего? Сложно сказать, честно говоря, такая роскошь не в моём вкусе. Но ты на будущее учти, в Петербурге вот только так замуж выходят. Спасибо, Ольга, делиться на свадебных нарядах петербургского, ну и частично московского бомонда.